Всем привет! Дэн, как ты? Все в порядке, спасибо. Готов? Да. Всем, держись. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скажите, пожалуйста, по какому телефону посетители могут заказать столик в ресторане Тайку? Вам номер 6775-78? 6775-78 6775-78 Скажите, пожалуйста, кто доводит сведения о том, что заказан столик? Вообще принимает менеджер и потом говорит официанту, какой стол, на какое время. Вы можете вспомнить 3 декабря 2011 года, кто у вас поставил в известность, что столик номер 100 зарезервирован? Субтитры сделал DimaTorzok Не помню, да? Скажите, пожалуйста, могли бы вы пояснить, кто 3 декабря 2011 года принимал заказы по телефону? Либо дежурный менеджер Либо дежурный менеджер, либо кто-то может... Где-то фамилию можете назвать? А Нет То есть не можете назвать фамилию? Ну, насколько я помню, что в книге было в резерве написано, что принимал официанта Панкина Екатерина, а так это не так, я не знаю То есть принимала Панкина Екатерина, да? А книжку резервную где вы увидели? В ресторане В ресторане, да? Это вы помните, да? Нет, сказали, потому что Катя принимала заказ А кто сказал? Кто-то из менеджеров Кто-то из менеджеров сказал? Да Скажите, пожалуйста, я бы все-таки хотел вернуться к вопросу фискальности чека, который вам определили Предъявлял следователь при вашем документе Скажите, пожалуйста, как вы определили, что чек, который вам предъявили, фискальный? По родству там указано все блюда, которые пробиты и что стол закрыт, как бы деньги заплачены и стол закрыт, то есть сдача, вот это все Вообще признаки фискальности чека можете распознать? Что там должно указано? Вы видите это? В фискальном чеке или что? В фискальном чеке Бессмысленно повторно доказать Сидители, вы имеете бухгалтерское образование? Нет То есть вы знаете, какие требования определяются? Ну вот как нам рассказывали, что там должно быть? То есть то, что вы слышали и что вы на себя уяснили, то вы и считаете, что это те признаки фискальности Скажите, пожалуйста, а как этот человек пробивался? На кассе вообще закрывается Ну вот тот, который вам предъявлялся Вы видели, как он пробивался? Нет Вы не видели? Нет Это все делает кассир Это делает кассир Скажите, пожалуйста, у вас официант может вообще принять заказ? По телефону? Да Если нет менеджера, то да Если нет менеджера, то да Это какого-то отдельного, скажем, какое-то отдельное лицо? Нет, если просто звонить телефон, в это время нет менеджера То любой официант может взять трубку, либо бармен и принять заказ И принять заказ А где располагается телефон? Телефон на баре На баре Ну, как правило, кто отвечал на телефон, можете припомнить? Он у вас стационарный, либо переносной? Переносной Скажите, пожалуйста, у вас существовала какая-то отдельная книга по приему заказа? Ну, давайте спросим Как она называлась? Книга «Ревизировка» Ну, нужно «Ревизировка» Она специально как-то была, так скажем, очерчим Да Там была вот Производства какие-то Граф какие-то Номер вопрос Дата Количество гостей Номер состава Время и номер телефона гостя. Ясно. Как происходило выделение стола непосредственно под резерв конкретному гостю, который заказывал? Как он обозначался? Табличка специальная, зарезервирована. А гости именно называли? Нет, они не хотели, говорили, на чье имя, на какое время зарезервировано стол. Разделение на курящий и не курящий. Да, есть. Какие-то пометки делаются, что люди будут курить, либо не курить. Да, курящий и не курящий. По-моему, стола видно, какой зал курящий и не курящий. Скажите правильно, тот, кто принял заказ, будь то официант, администратор, либо бармен, он записывал в эту тетрадь заказ, правильно? Вообще да. И тот, кто принимал, тот и записывал свое имя. Скажите, пожалуйста, в заказе так же указывалось, сколько персон будет? Да. Скажите, если лицо, которое позвонило, и не определилось с тем, сколько персон будет присутствовать за столом, каким образом определяется тогда местоположение данных лиц, которые придут, еще возможны те персоны, которые еще могут пройдетись. Понимаете вопрос? Ну, я поняла. То есть, если... Да, если, например, мы... Я говорю, я не знаю, сколько будет персон. Как тогда вы определяете, какой стол вы делаете? В основном, как бы, самый большой, что я люблю. Ну, который самый большой стол. Это, скажем, вот тот стол, который вам демонстрируют, судимым, всегда не является большим столом? Да, это самый большой стол. Самый большой стол, да? Либо можно спросить, там, на диванчиках или на столе. То есть, у вас еще есть разделение? Ну, вот, на диване у нас. На диване. На диване, что ли? От скорки персон выделяется большой стол? Сколько персон можно? Если мы укращим зали, то где-то по 5, потому что там все столы по 4 раза. Скажите, вот тот документ, который вы видели, который вам демонстрировался, который можно обозначать как чек, можно обозначать как бумажку, на которой обозначены какие-то реквизиты. Скажите, по вашей практике на 3-12-е 2011 года именно такие документы пробивались, выбивались? И вы все время такие документы видели? Я не могу обозначить. Вы можете сказать? Может быть, реквизиты менялись в этих документах? Какие-то вы другие видели чеки, которые вы тоже приносили, например, посетителям? Ну, например, после 3-12-го 2011 года? Ну, что-то было, там, кассу меняли, вот, что-то изменялось. Что-то менялось? Или не менялось? Да я просто понял, что там кассу меняли, ну, что-то с ней было, ее и меняли. А когда это было? Я не могу сказать. Ну, это было до 3-12-го 2011-го, либо после 3-12-го 2011-го? Ну, мне кажется, после. После него? Ну, просто так. А скажите, а до 3-12-го 2011-го, например, за месяц, за два, кассу как-то меняли? Программное обеспечение в Аркитуте? Нет, не знаю, не помню. У меня пока нет вопросов. У вас сейчас я задушу на секунду вопрос. Пожалуйста. А вот, все-таки, участвовал ли официант в сверке расчетов или ином контроле с кассиром и с администрацией ресторана по окончанию смены? Не поняла. Ну, вы обслужили определенное количество гостей, значит, нужно установить, сходится ли все по документам? Нет, такого нет у нас. То есть, никогда вы этим не занимались? Расчет дня делают? Расчет дня, да. Это всем занимается, там, директором, так сказать. То есть, сняты кассы, и этот... То есть, официант к участию в расчетах дня не официант никакого отношения? Скажите, пожалуйста. Все-таки, хотелось бы вернуться к тому вопросу, который был в предыдущем судебном заседании. Если столик открыт на ваше имя, его может обслуживать другой официант? Его может обслуживать другой. И под вашим именем вводят соответствующую блюда. Ну и, как бы, я просто хотел тоже уточнить, что даже если чек закрыли один, под этим же столиком можно открыть другую. Да, если стол закрыт, полностью рассчитан, приходит быть, то можно этот стол... Нет, те же самые гости могут открыть... А, заново, да, да, да. Могут открыть столик. Скажите, пожалуйста, у вас когда-нибудь были расчеты не через РКИТА, а я имею в виду, ну, так скажем, на 3-е 12-е 2011-го, за месяц до того, или после, может быть, на 3-е 12-е 2011-го. Я имею в виду, приходный кассовый, приходный кассовый ордер, например, оформлялся когда-нибудь, где вписывали вы непосредственно рукой? Нет. Когда-нибудь такие, такое оформление вы делали? Я тоже не помню. Ну, вы когда-нибудь заполняли такие документы? Такое нет. Такое нет, красиво. Подсудимый вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, когда принимается заказ менеджером или официантом, кому менеджер или официант, принявший заказ, об этом сообщают? Если принял менеджер, то передает официанту, говорит, что это не такой столик, пробито то-то, то-то. А тетрадь заказа столиков у кого хранится? Она на станции Хостес. Где? Станция Хостес. У кого? Полочка, и там лежит. Там приходит официант, понимаешь? То есть сообщают только официанту, больше никому? Нет. Больше никому. Скажите, пожалуйста, может ли посторонний человек, который не заказал этот столик в этот день, каким-то образом угадать, что в это время, в этот день, такой-то столик был заказан человеком с его именем? Я думаю, нет. Никак не возьму, да? Ну, если только до нее, я беру и говорю, вот, на 5 часов был заказан, но столик номер 100, но до нее, это бы невозможно справа. А, такой возможен, конечно. Угадать можно это? Ну, если, да, например, придете, скажете, вот, если у меня стол заказывал на Данила, такое-то такое время, то, конечно, да. Для этого надо как минимум прийти, да? Прийти. Либо позвонить. То есть, скорее всего, человек, который говорит, что он заказывал на такой, на свою имя, столик, это день. Скорее всего, он и заказывал его, если это подтверждается в тетрадь заказа. Правильно? Да. Спасибо. Согласен, я не теряю. Да, в честь. Я прошу представить для обозрения свидетеля, соответственно, фотографии, которые представлены ранее следователем, и ранее к заявлению о валебре приобщались с стороны защиты, там, три фотографии ресторана, в совокупности с человеком, который предъявлялся на прошлом суде. Это тон 3 или сделок, 59-67, и чек, тон 5, 223-227. Чек, что это не сказали? Раз это все совместно. Чек обозревали вообще? А вот фотография, да? Еще раз встретим. 59-67. Понимаю, что вот эти кто? Угу, да. А, подойдет, пожалуйста, посмотрите. Скажите, пожалуйста, это фотографии действительно у вашего ресторана? Да. Вы можете определить, какой это столик по номеру? 100 или какой-либо другой? Да, это 100. Можно, а еще вопрос. Вот уже говорилось ранее, что украшения, что ресторан к Новому году украшается. А вот на этих фотографиях эти украшения где-то должны были находиться, были или нет? Ага, я думаю, если только наверху лампы, то здесь не видно. Вот сейчас и можно еще раз подъявить вот чек. Вот такой листик. Вот, так, тон 5, 223-227. Посмотрите, пожалуйста, свидетеля, по поводу вот заказа, который был сделан. А вот на тех фотографиях вот эта сервировка заказов, она соответствует тому, что было заказано? Можете определить, нет? Вот эти приборы, которые на столе присутствуют. Они, соответственно, должны были находиться, ну, если бы вот тот заказ был сделан, который в чеке украшает. Сейчас просто половину на половину получается. Ну, то есть правильно ли я понял? Часть соответствует, часть нет, да? Часть соответствует, да, часть нет. А половина на половину, в какой части? Вот то, что не соответствует. И вот здесь под пиво, в чеке тоже пиво есть, и под вино, здесь я вижу бокал под вино. И саке, здесь саке, и здесь кувшинь для саке. А то, что не соответствует? А, так. Тут, значит, лимонад еще указано, что лимонад. И керамический ложатый, либо суп, либо какой-то десерт. А в чеке? А в чеке здесь нет. Пока не было. Еще вопрос, секунду. Да, у меня есть. Пожалуйста, если бы, так скажем, я захотел, чтобы мне принесли керамическую ложку, я хотел бы пить ее в лимонад, чтобы мне принесли ее. Да. Ну, нет, прошу вопроса. Да, у меня ваше честь. Скажите, пожалуйста. Вот, вот, смотри, фотография, интерьер на 3 декабря 2011 года соответствует? Там вот, что украшение не видно какое-то. Ну, вы сказали, что оно должно быть на лампе. Да, потому что по минимуму украшается в ресторане полностью. Не полностью, да? То есть на лампе должны быть украшены? Ну, примерно так, совершенно. Так. Ну, он соответствует, в принципе. То есть в ресторане? Да. Соответственно. Скажите, пожалуйста, все-таки блюда, которые указаны в чеке, они есть? А, серверовка? Нет, блюда. Там блюда нет, там просто серверовка, пиво, что есть? Пиво, с чоя, саке и... Ну, вот заказанное блюдо, они там есть, на фотографии? Пиво, саке. Пиво, саке. Да. Можно еще такой вопрос? Скажи, пожалуйста, у вас бар и кухня отдельно вообще или вместе? Да, отдельно. А пробиваются они вместе или отдельно? Нет, отдельно на баре, врезающейки и отдельно на кухне. Спасибо. Отдельно на баре, отдельно на баре. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, если бы я захотел перенести лимонад своих знакомых с другого столика, мне бы позволили это в вашем ресторане? Конечно. То есть, не за то, что меня бы не отобрали лимонад? Нет. Нет. Какое-то блюдо из еды? Нет, нет. Спасибо. Скажите, а вы этот 3 декабря вообще помните хоть как-то это было? Или он вообще вот в памяти верстал? Вообще никак. Ну, из того, что я помню из ваших показаний, вы сказали, что подсудимого вы не помните. Правильно? Не помню. А вообще вы помните такой случай, чтобы кто-то чего-то переносил, переставлял, из-за стола... Но у нас бывают гости? ...за стола переходить. Нет, я имею в виду, мы сейчас говорим о 3 декабря. Вы помните, чтобы там какая-то ходьба была с какими-то предметами, какие-то компании из одного стола, из-за другой стола переходили. Там закрывали стол, и на этот же стол новый чек открывали. Вообще такие события какие-то у вас в памяти остались? Вы это сейчас все чисто теоретически говорите, что такое может быть. Такое может быть, да. Что в теории такое возможно. Если будет так, то пожалуйста. А было такое или нет, вы сказать не можете. То есть вообще этот день у вас не запечатлется никак. Скажите, а в вашей практике кто-нибудь керамическую ложку в кремонат заказывал? Еще нет. Еще вот вопрос. Да, у меня только один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если у вас заказали столик и не пришли... Вы как-то это фиксируете? Нет, просто убираем посыларий и держится. В столике заказов, что клиент не пришел. Просто вычеркиваем, если не передача, убираем подвечку резерва. То есть вы в книге вычеркиваете, да? То есть вы вычеркиваете, если человек не пришел. Понятно, нет вопроса. Можно еще? Скажите, пожалуйста, вы вообще кого-нибудь с посетителей запомнили 3 декабря хотя бы одного? Не могу сказать, прошло уже два года. Никого с посетителей 3 декабря вы не запомните? Я не помню. Ни одного, да? А 4 декабря? Может быть, а 4 декабря об этом? Может быть? Я не помню. Ваша честь, я просто не понимаю. Может быть, может быть, свидетель обвинения, если я ничего не помню. А следователь хотелось? Вы как относитесь к самостасу, свидетель обвинения? Я сейчас свидетелям обвинения. Вообще не знаю, потому что я могу что-либо вспомнить. Прошло два года и... На тот момент следователь у вас интересовался? Он просто пришел, да, интересовался за счет 3 декабря, что я помню. Предъявил фотографии, вот, все. Так а вы ему что-то про этот день вообще рассказали? Я сказала, что я не помню тоже. Просто я не помню, что было с 3 декабря. Скажите, пожалуйста, все-таки, а как все-таки следователь пришел к выводу, что мифическая компания, которая сделала... Вопрос, кто так стоит? Как вы думаете, почему следователь, как следователь пришел к выводу? Откуда она знает, как следователь пришел к выводу? Хорошо, скорректирую вопрос. Скажите, пожалуйста, могли бы вы пояснить, почему речь пошла о стаблике номер 100 за 3 декабря? Потому что на фискальном чеке, например, на котором был слон заказан, как бы, и номер стола. Нет, ну, фискальный чек, он сам по себе не стал бы причиной обращения внимания. Я думаю, что за 3 декабря была масса других чеков из других столов. Свидетель, давайте я скорректирую вопросы. Следователь, когда пришел, он вам сообщил, в связи с чем он пришел, что он будет проверить? Они пришли, и сразу все вопросы к замдиректору, замдиректору, а и менеджер. То есть они разговаривали с ним. Почему интересуется вас именно 3 декабря? А сказали, что есть подозреваемые. То есть говорят, что в то время он сидел у нас, это было совершено объяснение. То есть человек предъявил свой алиби, что находился в это время в вашем ресторане. То есть в связи с этим вас не пытались выяснить, помните вы его или не помните, был он или нет. Ну так и скажите, что вы так можете сформулировать нормально. Да нет, в вашу честь, в ресторане несколько столиков. Я бы сказал, десятка столиков. Но почему-то решили обсуждать столик номер 100. Вот меня интересует вопрос, почему все-таки на ваш взгляд стали обсуждать столик номер 100? Потому что сказали, что вот человек, у которого подозревали, сидел у нас в ресторане и заказывал стол на определенное время. И там указано, то есть время, количество гостей и номер стола 100. Понятно. Еще вопросы вы? Нет, прошу. Все, спасибо, вы свободны. Что с обвинением у вас будут свидетелем сегодня, какие доказательства еще вы предъявляете? Ваша честь, нет, если что, вторая свидетель не пришла. Защиту у вас? Да, ваш честь, разрешите. У нас еще один, мы хотим тогда нашего свидетеля допросить. Константинова Илью Владиславовича, это свидетель стороны защиты, это отец подзащитного. До этого разрешите ходатайство, кратко, буквально, чтобы запрос сделать по тем показаниям, которые мы уже выслушали, со стороны сотрудников полиции 8-го отдела полиции по метрополитену города Москвы. Это вот у меня краткое ходатайство, прошу послать запрос в информационный центр ГУ МВД города Москвы на получение копии сводки на предмет произошедшего 03.12.2011 года по факту убийства Темникова на станции метро улица Академика Янгеля, Московского метрополитена, расположена напротив дома 1, корпуса 6, улица газопровода в городе Москве, а также полиции, которые выезжали на место происшествия в указанный день. Указанная сводка необходима, чтобы определить обстоятельства выезда сотрудников, которые работали на месте происшествия. В особенности интересуют оперативные сотрудники Центра по противодействию экстремизму города Москвы, которые приезжали на происшествие по убийству Темникова и проводили оперативно-расскорные мероприятия. Данные сотрудники могли задерживать Константинова в последствии и осуществлять оперативно-расскорные мероприятия, а также иметь отношение к возможной фабрикации материалов уголовного дела, как указывал подсудимый, следствие его уголовного преследования по политическим мотивам. О том, что на месте происшествия находились оперативные сотрудники ЦП города Москвы, указывали свидетели обвинения в сотруднике 8-го ОПУВД на Московском метрополитене, которые ранее были допрошены в суде. Открывается заявленное ходатайство. Защита вы поддерживаете ходатайство? Да. Вы поддерживаете ходатайство? Да. Нет угрожала. Не угрожала. Что-то стыдно удовлетворить заявленное ходатайство. Так, свидетели у нас в коридоре. Вы сейчас можно на 5 минут? Перерыв 5 минут. Нет, я перерыв объявлю, но я его уведу. Пожалуйста, ради бога. Нет, с ним переговорим. Базалят 3. Базалят 3 приговорились. Здесь нам конвой не дали. Я не понимаю, что вы? Да, давайте вы можете. У нас вообще то, что мы просили, чтобы начался брошенный час. Пирог. Да, я не знаю. Да, я не знаю. Вы сюда броните, пожалуйста. Вы вас в городе берите? Назовите фамилию на это, пожалуйста. Константинов Илья Владиславович. Где вы живете? Город Москва. Пишите, пожалуйста, на вопрос своей фамилии, что ждать его городное ответственность. Это статья 3738 уголовного правительства Российской Федерации. На отдачу должны показаться от отдачи показаний. Также вам объясняется статья 51 Конституции Российской Федерации. Вы имеете право не следить за против своего мужчины от отдачи показаний. Это понятно? Понятно. Желаете давайте показаний? Желаю. Пожалуйста, защита. Я Владиславич, мы, наверное, начнем с самого, так скажем, легкого блока. Первое. Меня интересует, как вы можете охарактеризовать, ну, кем приходится, во-первых, вам посадить? Это мой сын Даниил, который вырос вместе со мной, которого я прекрасно знаю и могу охарактеризовать личность, образ жизни и образ мышления. Ясно. Расскажите, пожалуйста, чем занимался Константинов непосредственно до задержания? Мой сын закончил высшее учебное заведение Российский государственный социальный университет по специальности юриспруденция. Затем закончил аспирантуру того же самого университета. Специализировался, если память не изменяет, на конституционном праве. Высоко образованный человек, интеллектуал, душа компании, очень мягкий на самом деле и не конфликтный парень. Он где-нибудь работал до задержания? Да, он был руководителем юридической фирмы, если память не изменяет, Юрперфект, она, по-моему, называлась. Возглавлял ее и работал, защищая суда, главным образом, по гражданскому судопроизводству, поскольку у него нет квалификации адвоката, защищая интересы граждан. Довольно успешно работаю, был доволен. Скажите, Константин Адамилов занимался когда-нибудь какой-либо общественной, либо политической деятельностью? Да, конечно. Он активно участвовал в общественной жизни. Можете периоды назвать примерно в такой деятельности? Я думаю, что где-то, наверное, примерно с 2007 года, я вот помню его деятельность, он боролся с уплотнительной застройкой. Началось в Москве. Началось это с того, что просто-напросто около нашего дома, где мы жили и живем, нарушение норм градостроительства, начали возводить непосредственные близости от нас еще одно высотное здание. Это вызвало возмущение жителей. И Даниил включился вот в эту кампанию против застройки, активно в ней участвовал, организовывал жителей, и все происходило на моих глазах. Насколько я знаю, в дальнейшем он участвовал в других акциях, связанных с точечной застройкой Москвы в других регионах города. А затем, уже после этого, я знаю, что он был членом молодежной организации партии «Справедливая Россия», членом руководства этой организации, участвовал в каких-то акциях. Я деталей не знаю, он взрослый человек, я деталях его не расспрашивал. Затем, я вот помню, что он участвовал и в иных политических акциях, я помню, марш против этнопреступности, например, одним из организаторов и участников которого он был. А затем Даниил активно включился в политическую кампанию за честные и чистые выборы в конце 2011-го, начале 2012-го годов. Участвовал в организации проведения митингов и кетов, а когда был организован для координации действий протестного движения так называемый гражданский совет, он вошел в состав этого гражданского совета и был там координатором одной из фракций этого гражданского совета. Ну, были хорошие отношения с целым рядом известных политических и общественных деятелей. Еще раз повторяю, он способен к коммуникации, у человека неконфликтный. Ясно. Скажите, у Даниила есть семья? Да, он женат. И в последние годы он в основном проживал у своей супруги. По какому адресу? У Леоновой Марины. Ой, сейчас. Сейчас. Улица, по-моему, Кондратюк. То есть, мне память не изменяет. 17, дом 17-Б. А вот квартиру я, к сожалению, не помню, потому что я всегда приходил туда на глаз просто. Ясно. Скажите, когда-нибудь Даниилу от сотрудников правоохранительных органов поступали какие-либо угрозы в связи с его политической и общественной деятельностью? Насколько мне известно, да. Как раз 5 декабря 2011 года был митинг на Чистых прудах за честные и чистые выборы, после которого Даниил был задержан, доставлен в РОК Тверское. Он позвонил мне, сообщил о своем задержании. А 6-го числа он был доставлен к мировому судье для вынесения решения в связи с его задержанием по административному правонарушению. Я туда приехал, в суд. Даниил был там оштрафован, он не был, так сказать, подвергнут аресту. И мы долго с ним беседовали в тот день, наверное, часа два. Он мне рассказал о том, что накануне в РОК Тверское, когда он находился там в камере, он был вызван отдельно от других содержащихся там граждан. Он был вызван на некую беседу в отдельное помещение. И он сказал, что в этом помещении сидел мужчина в солидной комплекте средних лет, представившийся ему сотрудником главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. И даже назвал свою фамилию, если память не изменяет, Мартин. Но удостоверение не показал, а только Махмуду в руки не давал. По словам Даниила, этот человек провел с ним очень странную и неприятную беседу. Сначала он заявил, что Даниил занимается очень опасной деятельностью, что это может плохо для него кончиться. Говорил он о том, что в этом секторе политической деятельности, связанном с движением русских националистов, ведется очень сильный контроль со стороны спецслужб за всеми активистами и лидерами этого движения. И что те, кто отказывается от сотрудничества со спецслужбами, подвергаются различным репрессиям и плохо заканчивают. Когда мой сын сказал, что он не нарушает законов и нечего бояться, по словам Даниила, этот сотрудник Центра Э усмехнулся и произнес фразу «Там, где появляюсь я» или «Труп» или «Большой срок», намекая на то, что Даниила могут убить или он может быть осужден по сфальсифицированному уголовному делу. Затем последовало прямое предложение о вербовке. Мы обсуждали с сыном этот вопрос, и он со мной советовался, что ему делать. И, к сожалению, великому свою беду я не отнесся к этому в должной степени серьезно. Конечно, нужно было немедленно подавать заявление в Следственный комитет, прокуратуру, немедленно об угрозах заявления о преступлении. Я проявил непростительное легкомыслие, считая, что это просто элементарное запугивание для того, чтобы отвадить молодого человека от занятия политической деятельности. Как показали последующие события, я серьезно ошибался. Но к событиям мы сейчас перейдем. Скажите, вот вы все... Да, еще прошу прощения. Вот еще очень интересный момент так был. Этот, по словам Даниила, сказанным им тогда в суде, этот сотрудник ГУП МВД, для того, чтобы подчеркнуть свою весомость и значимость, произнес такую фразу «Я тот, кто вывозил Абеля». Дело в том, что я знаком с человеком, которого, которого, так сказать, принято было называть в политических плагах Абелю, это Линдерман Владимир Владимирович, бывший заместитель председателя, ныне запрещенный национал-большевистский партий. И я знаю, что там были серьезные какие-то с ним провокации, аресты, задержания, вывозы. Я знаю, что в этих операциях участвовали сотрудники различных спецслужб. Я позвонил Линдерману, спросил его, какие спецслужбы участвовали в операции по его задержанию и экстрадиции из России. Он сказал, что там действовали несколько спецслужб, в том числе Центр, и тогда недавно созданный, и Федеральная служба безопасности. И на допросе у следователя Алтынникова я сообщил ему эти сведения и попросил вызвать на допрос Линдермана, тем более, что он не возражал, он согласился приехать и дать показания по этому делу. К сожалению, расследование обстоятельств вот этого дела, связанного с угрозами в процессе попытки вербовки моего сына, было передано Алтынниковым в другое отделение следственного комитета, и там благополучно замотано и прекращено. — Ясно. А скажите, вы сказали, что, так скажем, вот это лицо, которое разговаривал с Даниилом в отделе повестки, его интересовало непосредственно какое-то определенное направление деятельности Даниилова. Можете сказать, какое? — Ну, опять-таки, я ведь говорю по словам Даниила. По словам Даниила его интересовало, во-первых, националистический сектор, оппозиции, а во-вторых, деятельность протестного движения в связи с проведением крупных протестных акций конца 2011-го, начала 2012-го года. Подробностей, к сожалению, я более детально сказать не могу. — Скажите, Даниил согласился или отказался на сотрудничество? — Насколько мне известно, отказался. Тем более, что и я ему посоветовал то же самое. Может быть, и это были мои ошибки, я не знал. Видимо, я был в свое время неправильно воспитан родителями. В нашей семье, в среде ленинградской интеллигенции считалось, что стукачество — это позор и подлость. Может быть, с тех пор многое изменилось. — Ясно. Теперь расскажите, пожалуйста, Даниил когда-нибудь носил с собой оружие для самообороны? — Никогда. — Для самообороны? — Любое, любое. — Когда, никогда Даниил не носил никакого оружия, никаких предметов для самообороны. Он был по-другому воспитан. Он был воспитан в традиции благородства и рыцарского отношения к окружающим, к людям. А в нашей семье всегда считалось, что использовать нож может только мерзавец. Порядочный человек — такие вещи никогда не носит. А Даниил, подчеркиваю еще раз, глубоко порядочный человек. — Скажи, пожалуйста, Даниил — алкоголь, сильнодействующее вещество, наркотики? — Даниил практически не пьет и никогда не пил, не курит, никогда не употреблял наркотики. Он всегда вел здоровый образ жизни и настаивал на том, чтобы и окружающие его друзья или такой же образ жизни. Даже разговор об этом у вас был. — Можете что-нибудь рассказать о круге общения Даниила до, скажем, событий, при которых его там заведовали? — Ну, у Даниила много друзей было, и, я надеюсь, есть. Это его еще друзья по школе, это друзья по университету, это его товарищи, с которыми он позже познакомился, в частности, кинематографисты, у него есть ряд друзей, занимающихся кинобизнесом. Ну и масса знакомых в политических кругах, конечно. Всех, так сказать, направлений идеологии — и среди левых, социалистов, коммунистов, и среди либералов, и среди националистов. Он действительно, так сказать, имел очень широкий круг общения. — Ясно. Скажите, Даниилу вы когда-нибудь замечали, чтобы Даниилу, например, как-то необоснованно, до событий, опять же, задержания? Меня интересует этот последний год, чтобы он необоснованно с кем-то подрался, вступил в какие-то конфликты. Вот можете как-то рассказать ему, так скажем, жизнь непосредственно в обществе или среди людей в плане того, как он относился к людям? — Я еще раз хочу сказать, что прежде всего он не человек уравновешенный. Он спокойный, уравновешенный человек и доброжелательный, что самое главное. Доброжелательный. И в сущности очень мягкий. И я не могу привести примеры в последнее время, когда уже, так сказать, он достиг взрослого возраста, я не могу привести примеры каких-то конфликтов между ним и его товарищами. Абсолютно наоборот. Он всегда стремился урегулировать эти конфликты, смягчить. И очень часто апеллировал к здравому смыслу, к рассудку конфликтующих людей. Поэтому, нет, неконфликтный человек абсолютно. — Ясно. Скажите, а что Вы можете пояснить про его состояние здоровья, если вам что-то известно? — Ну, относительно состояния здоровья я знаю, что у Даниэла определенные проблемы были. И по двумным проблемам. Во-первых, связанные с заболеванием позвоночника — это подозрение на межпозвонковую грыжу. И, во-вторых, с юности у него, так сказать, заболевание желудочно-кишечного тракта. Сначала был гастрит. Я не знаю, может быть, впоследствии он обострился. Последнее время он не проводил обследования, но на это он тоже постоянно жаловался. Были у него головные боли, головокружения. И в последнее время стали появляться, стали случаться такие приступы. По всей видимости, как говорят врачи, связанные с заболеванием позвоночника, когда ему трудно, в определенные моменты времени, трудно было двигаться. Но это случалось не всегда, а время от времени. Затем, после, так сказать, принятия лекарств, полупылемассажа это проходило, и он мог вести абсолютно нормальное улучшение. Понятно. Вы сейчас ему какие-то лекарства передаете? Мы не имеем такой возможности. Разрешение на передачу лекарственных средств в изоляторе нам получить не удалось. Ясно. А диагностику вы какую-то еще провели? Диагностика в изоляторе была. Туда приезжали врачи к нему. По мере возможности обследовали его. По мере возможности, потому что обследование было без использования необходимого оборудования. Но, тем не менее, какое-то обследование провели, прописали лекарства, рекомендовали ортопедический матрас. Но, еще раз говорю, к сожалению, нам разрешение на пронос лекарства ортопедического матраса в изоляторах получить так и не удалось. Хотя мы обращались не только к руководству изолятора, но и к руководству УКСИН, УКСИН, к сожалению, получить разрешение не удалось. Ясно. Так, давайте теперь тогда к вопросу. Можете в свободном рассказе, скажите, пожалуйста, как вам удобнее, в свободном рассказе рассказать про 3 декабря 2011 года, либо отвечая на вопросы? Ну, я могу сначала, так сказать, просто рассказать о событиях того дня, а потом ответить на уточняющие вопросы. 3 декабря день рождения моей супруги, матери Даниила, Галины Алексеевны. И мы каждый год, как или иначе, отмечаемых событий, это естественно совершенно. Тогда у семьи иногда в каких-то, так сказать, точках общепитов, в каких-то ресторанах. И в этот раз мы тоже собирались, заранее собирались 3 декабря вечером поехать в ресторан. В ресторан был выбран Дайконст на проспекте Мира, в начале проспекте, не проспекта Мира. Причина выбора кухня, во-первых, недалеко, сравнительно недалеко от дома, там минут, наверное, на машине минут 15. Какого адреса? Езды. Это проспект Мира, если память не изменяет, или 11, по правой стороне, где четные и нечетные. К сожалению, я точно не могу сказать адрес. Это начало проспекта Мира, недалеко от Сухаревской площади. Там он один ресторан Дайкон, других нет. А раньше были там? Ну, может быть, за несколько лет до этого бывал, точно я сказать не могу. Я довольно часто бываю в ресторанах, особенно, так сказать, во время деловых встреч. А кто выбирал ресторан? Насколько я помню, Даниил высказал какое-то пожелание сходить именно в этот ресторан, то, что ему нравилась восточная кухня. Да и мы все не возражали, что восточная кухня, почему бы и нет. Был выбран ресторан Дайкон, и мы договорились вечером туда поехать. Днем я позвонил в ресторан Дайкон в районе, наверное, 14 часов. Я позвонил в ресторан Дайкон, попросил забронировать столик на 6 человек. Назвал свое имя. Мне сказали, что да, столик забронировал. А с мужчиной и женщиной разговаривали? По-моему, с женщиной. Но кто там, я не могу сказать. Официально как администратор? Я не могу сказать. Ответить на этот вопрос однозначно я не могу. Но, по-моему, с женщиной я разговаривал. Вот я заказал столик. Мы договорились, что в районе 19 часов я с нашими, так сказать, товарищами, семьей и друзьями туда подъеду. В районе 19 часов. Затем мы были дома с женой. И несколько позже нам позвонил Данил. Может быть, в районе часов 5. Может быть, немножко попозже. Ну, что-то вот в этом роде. Сказал, что они с супругой, с Мариной выезжают. Что они заедут за шубой. Потом они заедут в магазин на проспекте Мира. Магазин, который находится, ну, короче, электроники. Магазин электроники и различных, так сказать, бытовых принадлежностей на проспекте Мира. С тем, чтобы купить маме подарок. А потом приедут к нам. Вот такая была намечена программа. И действительно, наверное, 18 с чем-то. Может быть, 18-20. Ну, или что-то вот в этом роде. Они приехали к нам. Приехал Даня с Мариной. Привезли подарок маме. Привезли пароварку. Поздравили маму. Мы посидели, может быть, минуту, там, я не знаю, 10-15. Мы посидели за столом, поговорили. Там еще речь шла о ремонте. Мы ремонт в это время делали в квартире. Показали, как мы вот эту комнату сделали, как мы эту комнату сделали. Вот. Потом мы сели в машину Даниила. Он приехал на машине. Мы вместе поехали на машине. Потому что я планировал на дне рождения супруги выгнуть крюночку. И не хотел сам садиться за руль. Мы поехали на машине Даниила. Мы приехали все вместе вчетвером в ресторан. И уже там встретились с парой наших знакомых. Это Альденбург Свинцов. Муж и жена. Он кинорежиссер. Это хорошие, очень симпатичные люди. И знакомые моей жены Галины Алексеевны. Мы вместе сели в ресторане. Нам показали столик. Это большой столик, который я заказывал. Показали этот стол. На втором этаже, как поднимаешься на второй этаж направо. И буквально сразу же находится, в таком небольшом закутке, находится этот стол. Мы сели за этот стол все вместе и взяли меню. Стали изучать меню. Каждый выбирал сам. У нас не было, так сказать, универсального заказа. Каждый сам себе выбирал по своему вкусу. До заказа происходили у вас? Мы просто заказали, а потом еще до заказали. Я не могу с точностью вспомнить, как это делать. А, да, да, конечно. Потому что, это абсолютно точно. До заказ был, хотя бы потому, что мы сначала не заказывали десерт. В общем, сначала я вот хорошо помню, что я заказывал рис по-восточному с какими-то добавками. Я заказывал острый тайский суп, потому что я его люблю. Было там у нас сливовое вино, было пиво. Это я помню точно. А потом еще я помню, мы дозаказывали десерт. Это уже позже, потому что мы довольно долго там сидели в ресторане. Мы дозаказывали десерт. Десерт тоже был разнообразный. Там несколько видов десерта был. Я вот помню ананасы. Сладкие, в каком-то запеченные, в каком-то таком своеобразном виде приготовленные ананасы. Да, до заказ был. В ресторане мы просидели довольно долго. Потому что, потому что мне, когда мне звонила моя матушка из Санкт-Петербурга, А это было уже в первом часу. Фамилиями учитесь? Тимофеева Ирина Федоровна. Это моя мать. Она живет в Санкт-Петербурге. Она звонила днем. И потом я сказал, что мы будем отмечать. Она человек пожилой. Она все время беспокоится. Добрались, не добрались. Закончили, не закончили. Все ли у вас хорошо. И она звонила мне уже в начале первого. Звонил. Уже в начале первого я с ней разговаривал. И я в это время находился недалеко от ресторана. Недалеко от ресторана находился. То есть мы еще не успели от него отъехать. Это было начало первого. А приехали мы в ресторан примерно в 19.15-19.20. Мы немножко опоздали, но чуть-чуть. Потому что столик был заказан на 7 часов. Мы опоздали, может быть, минут на 15-20. И вот мы целый вечер провели в этом ресторане. Никуда никто не выходил из нашей компании. Вот из шестерых людей, которые там присутствуют. Никто никуда не выходил. У вас была... Прошу прощения. Я забыл выключить телефон. Извините. Еще раз прохожу свои извинения. Никто никуда не выходил. У нас был интересный разговор. В основном общий разговор. Мы говорили о политике. Потому что приближались выборы. Мы говорили о том, какие там партии, кто, что, как, за кого будет, кто голосовать. Обсуждали различные кандидатуры, достоинства, недостатки. И Даниил очень активно участвовал в этом разговоре. Ну, потому что, так сказать, это как бы его тема, это ему очень интересно. Мы обсуждали кидватограф. Вот, так сказать, работы нашего товарища. Фильмы, которые он снимает. Он рассказывал о том, что он планирует привлечь к работе, там, Жерара Депардье и других известных. Это был очень интересный разговор. И в этом разговоре, еще раз подчеркиваю, участвовали все, так сказать, сидящие за столом. Все шесть человек. Никто никуда более чем на пару минут не выходил. Потом мы все вместе вышли из ресторана. Мы еще довольно долго стояли у ресторана. Покурили, поговорили, так сказать, обменялись тоже какими-то шутками. А потом расселись по машинам. Эльденбурги сели в свою машину, а мы сели в машину к Даниилу. Он отвез нас домой, мы попрощались, и он поехал домой к себе. Это, наверное, было где-то уже, я не знаю, может быть, по половине первого. Ну, что-нибудь в таком духе. Вот, собственно, и весь день 3 декабря. Понятно. А кем и как оплачивался счет? Наличными деньгами оплачивался счет. Мы оплачивали, мы, Галина Алексеевна, у нас общие деньги. У нас, как сказать, у него семья, у нас нет отдельных денег, у которых у нас общие деньги. Мы оплачивали наличными деньгами. Там была, да, вот приличная сумма. Потому что шесть человек, и еда, и выпивка, и десерт, и лимонад мы заказывали. В общем, я говорю, что мы так солидно просили. Ну, я не знаю, может быть, 1015, вот где-то в таком духе. Ну, где-то в таком духе. Понятно. А Даниил выпивал туде? Нет, он же был за рулем. А Альденбург свинцов? А Альденбург свинцов не выпивал по той же самой причине. Потому что он был за рулем. Супруга его выпила, по-моему, может быть, рюмочку свиного вина. Вот этого японского или китайского, которое женщины любят сладкое такое вино сливовое. Но очень немного. Вообще, так сказать, у нас такая компания не столько пьющая, сколько говорящая. Поэтому выпивка особого значения для нас не имеет. Скажите, пожалуйста, на каких машинах кто в тот день приехал, можете сказать? Ну, мы приехали на машине марка Моделла. Это Сааб 9-3. А Альденбурги приехали на своем джипе. Я не могу сказать, какой у меня джип, честно сказать. Я просто, во-первых, не интересуюсь джипами. У меня никогда их не было. И я не хочу их иметь. Во-вторых, я, так сказать, особо не присматривался. Большой, 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 серьезный джип. Какая марка, не могу сказать. А можно перепомнить, где припарковались с Даниилом? А могу, конечно, припомнить. Конечно, могу. Дело в том, что мы подъезжали к ресторану таким образом. Мы выехали на проспект Мира. В конце проспекта Мира, под Стрелку, свернули переулок, ведущий к Институту Склипасовского. Я точно не помню название этого переулка. Но там есть переулочка, которая ведет к Институту Склипасовского. А затем повернули направо по Садовому кольцу. Там две-три сотни метров проехали до пересечения с проспектом Мира Садового кольца. Повернули, проехали по Садовому кольцу. Подъехали к ресторану Дайкон. Увидели, что там нет мест для парковки прямо у ресторана. И проехали еще от центра к окраинам. Может быть метров двадцать, пятнадцать-двадцать метров. И остановились там на углу. Там здание банка какого-то есть неподалеку. Это следующее, по-моему, следующее или через одно здание после ресторана Дайкон по правой стороне, если ехать из центра. Вот там мы запарковали машину и оттуда мы на этой машине и уехали после праздника. Скажите, пожалуйста, фотографирование осуществлялось в день? Фотографировала моя жена. Я вообще не фотографирую никогда. У меня нет такой привычки. И любви к этому делу, к сожалению. Фотографировала моя жена. Насколько я помню, она фотографировала на один из стареньких фотоаппаратов. Мыльница такая, купленная, по-моему, где-то тоже в Сингапуре или где-то еще. Очень простой аппарат. Она сделала несколько снимков. Но тоже не так много снимков. Она сделала по тому, что... Ну, знаете, тут такое объяснение, может быть, мужчинам непонятное, или не всем мужчинам понятно. Она считала, что она в тот вечер не очень хорошо выглядит. Она не хотела много фотографировать. Она сделала тут несколько фотографий. Она считала, что вот в таком виде, как она в тот вечер была, не очень хорошо ее запечатлило. Поэтому фотографий было немного. Но она фотографировала, да. Скажите, пожалуйста, в тот день ресторан «Дайкон» был как-то украшен? Готовался к новому? Не видел я никаких украшений. Обычные совершенно. Украшений я не видел. Ясно. А можете как-то объяснить, почему именно вы этот день вот так хорошо запомнили? Почему? Потому что день рождения жены, потому что это событие в нашей семье. А как же? Это событие для нас. И я говорю, что мы каждый год отмечаем день рождения жены. И эта традиция, это событие, это повод собраться с родственниками и с друзьями. Поэтому и запомнили. А вот вы сказали, что Даниил заезжал вместе с супругой за какой-то шубой. Можете приснуть шубу это за шубой? Более детально на этот вопрос может ответить Марина, жена Даниила. Я только знаю, что она заказывала шубу у какой-то своей знакомой, которая шьет на дому. Потому что на дому, как я понимаю, немножко подешевле. Она заказывала шубу. И в тот день она должна была эту шубу получить и получила. Я еще помню ее разговор о том, что она осталась работать по Тихине. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...